Ребят, только на Бусти вышел эпизод с Кинобом Хаус. Оказывается, друзья знакомы уже много лет. Они рассказали про свои веселые встречи, про свои ошибки и приятные моменты в молодости. А также Ким поделился своим ценным опытом. Ссылку на эпизод вы найдете в закрепленном комментарии, либо в описании. Приятного просмотра. Тебе еще нет 30? Еще нет. Ты снимаешь свое шоу. Я не хочу, чтобы ты был счастлив. Я проснулся. И проснулся я в шкафу. Но нам не было только нижнее белье. Бэм-бэм-шоу! Поехали! Это Бэм-хаус, а не Бэм-шоу. Это не Бэм-шоу? Вот таким будет сегодняшний выпуск. Сегодня это не Бэм-хаус, это Джесси-хаус. Бэм-хаус. Все еще подготавливаются к шоу. Она пришла еще до начала. Мы впервые встретились. Нам нужно поприветствовать друг друга. А вот и королева Джесси. Привет! Почему ты позвал женщину к себе домой? Рад тебя видеть. Давайте начнем без вступления. Запишем вот так. Режиссер, вы засняли, как я весело вошла. Зрители, сделайте вид, что вы ничего не видели. А как мне войти? Подожди, подожди. Хорошо, хорошо. Сегодня полный дебаг. Это так смешно. Позволь мне разобраться с этим. Я все сделаю, подожди. Я разберусь. Начинаем прямо сейчас. Понял. Ребят, осень пришла. Сегодня нет смысла в предисловиях. Так будет все-таки вступление? Она уже здесь. Хорошо, привет, ребят. Я Джесси, спасибо. Незаменимая, единственная в своем роде. Джесси наполняет мир своей энергией. Мощная королева Джесси. У тебя такой хороший дом. Спасибо. Не думал, что увижу тебя здесь. Вот именно. Во-первых. Во-первых. Да. ВМВМа. ВМВМа, я вижу, впервые. Нет, это не так. Мы уже виделись. Да, но мы с тобой особо не общались. Вот отлично. Да, мы особо не говорили. Мы только виделись на шоу. Я много слышал о тебе от нашего участника Джексона. Много всего. Знаешь что? Ты так вырос? Нет. Я не знала, что ты такой высокий. Правда? Думала, что я ниже? Не настолько, но не думала, что ты высокий. Не такой уж я и высокий. Обычный. Просто обычный. Ты из Таиланда, да? Ты Таиланда. Да, я Таиланда. А ты кореянка, да? Кёпо. Я выросла за границей, но во мне течет корейская кровь. А на следующей неделе я поеду в Таиланд. Если поедешь через неделю, я тоже буду там. Когда? Еду на две недели позже. Я тоже через две недели лечу. Ты сказала на следующей? Подожди, давай посмотрим. На какой фестиваль? Это будет мой сольный концерт. Я еду с 24-го. А у меня расписание с 20-го по 23-е. Мне так нравится Таиланд. Во-первых, мне нравится тайская еда. Правда? У меня много тайских поклонников. Конечно, у тебя много поклонников по всему миру. Да ладно, у тебя еще больше. Этот дружок заработал немало денег. Нет. Я очень чувствительна к запахам. Как тебе запах в моем доме? Здесь пахнет очень чисто. И тут немного пахнет мужчиной. Серьезно? Чую мужской дух. Присутствует мускусный запах. Правда, что ли? Я думал, у меня слабый запах. Это неплохой запах. Это просто мужской аромат. Понимаете меня? В любом случае, ты перешел на новый уровень. Думаю, ты заработал много в прошлом году. Нет, я просто тот человек, который не тратит много денег. Я тоже. Я не трачу много. Тогда расскажешь, сколько ты тратишь в месяц. Я правда мало трачу. Что? Что? Я покупаю. Я мало потратила денег. Это грустно. Я не пью алкоголь. Не тратишь? А это что? Это сделал для меня фанат. Это сворский. Сворский? Сыворский. А, своровский. А стакан возможно помыть? Конечно, я должна. Если не буду, появится плесень. Когда моешь, украшение не облезает? Я аккуратно вымываю снаружи. А внутри уже тщательно. Понимаешь? Серьезно? Наш сценарий... Впервые у нас настолько раскрепощенный гость. Но мне это очень нравится. Все потому, что... Когда я снималась в шелтер-вью, был сценарий, но я ему не следовала. И все прошло замечательно. Есть еще вещи за кадром. Как это перевести? Да, да. Но это все было включено. И даже нецензурная лексика. А в этой программе как? Здесь тоже можно материться. Правда? Я не люблю материться. Да, мы это и не говорили. Я редко ругаюсь. Да, я знаю. На съемках. Как давно ты дебютировал? 9 лет прошло. Около 10 лет. А у меня 18. Точно 18. В этом году исполняется 18 лет. Поэтому люди думают, что я старая. Я стала знаменитой на более позднем этапе своей карьеры. Подожди, мне кажется, мои волосы залезли мне в нос. Да, я вижу, вот здесь. Щекотно. Подожди, я достану. Боже, это было у меня во рту. Спасибо. Обожаю Джесси. Лично мне очень нравится Бэм-Бэм. Я, кстати, смотрел шоу ТРЮ, и ты говорила, что хотела пригласить на шоу меня. Говорила, но ты постоянно отказывал. Да мне никто не предлагал. Да предлагали, предлагали. Со мной связывались? Слышал, а никто не писал. Ну, это возможно. Причина, по которой мне нравятся такие люди, как ты? Ты не кореец. Даже если ты не кореец, ты так много работаешь в Корее. Да, чтобы меня узнали. Но сделать это действительно сложно. Я хорошо это понимаю. Когда я впервые сюда приехала, я вообще не говорила по-корейски. Ты вообще не говорила? Абсолютно. Я хорошо общаюсь с людьми, которые испытали это. Ты понимаешь их. Поэтому мне хочется позаботиться о них. Спасибо. Ну, понимаешь? В любом случае, дом у тебя правда классный. Очень аккуратный и приятный. Мне нравится. Где ты сейчас живешь? Я живу в Сан Сун Доне. О, совсем близко. Не так уж и близко. Это же в той стороне. Честно, мы в похожих местах. Нужно просто пересечь мост. Нужно проехать через мост, чтобы попасть туда. Не обязательно. Не обязательно? Я не часто выхожу куда-нибудь, поэтому я не знаю. Бэм-бэм, я не пью алкоголь. А раньше ты пила? Да, я пила. Я иногда пью, но мое тело устает. Сколько тебе лет? Мне 26. 26, а мне 36. С возрастом все становится утомительным. Поэтому я пью воду. Это полезно. Если я дам тебе бутылочку алкоголя, ты выпьешь? Я не смогу. Я правда не смогу. Мой голос становится таким громким. Я такая, эй, выпей всем. Твой голос уже громче, чем у других людей. Но это круто. Ты яркая. Мне хорошо, потому что давно не приходили люди с такой энергетикой. Ты снимала шоу «Айли Волон»? Очень давно. В старой квартире. Ты правда разговариваешь сама собой, когда одна? Нет, это для шоу. Ты думаешь, я так буду говорить? О, что же мне надеть? Когда я одна? Когда я прихожу домой, я вообще не разговариваю и просто работаю через телефон. Мама и папа недавно приходили ко мне. Но они сказали, что им грустно видеть мою жизнь в Корее. Потому что я не выхожу из дома и просто тихо себе работаю. Но когда я еду в США, то получаю много энергии. Потому что это мой дом. Останься в Таиланде еще на несколько дней. Тогда я не смогу выпустить свою песню. 25-го числа. Ради тебя? Хорошо, хорошо, я останусь. Потусуемся. Было бы круто, если бы мы могли встретиться. Это правда. Ты такой популярный в Таиланде. Нет, это не так. Не так? Ты не можешь это скрывать. Когда я была в Таиланде, везде были фотографии Бэмбэма. Постеры, лица и Бэмбэма. Я так гордилась этим. Это приятно. Потому что он не кореец. Но он добился большого успеха в Корее. Поэтому и Таиланд гордится тобой. Спасибо. Мой мозг очень старый. Нет, он не старый. Немного. Не старый. Но мое сердце молодое. Вот это старое. Колени. Суставы. Точно суставы. Джесси начинает чувствовать боль в костях. С этим ничего не поделаешь. Но если ты живешь с молодым мышлением, ты можешь жить молодым постоянно. У меня давно такое лицо. Ты такая же. Мне кажется, ты стала еще моложе. Ты знаешь почему? Есть такая поговорка. Лицо стареет долго. Но молодые на вид люди начинают резко стареть. Хорошо сказано. Мне нравится. Во-первых, это так смешно. Забавно. Так приятно тебя видеть. Для начала. Альбом. Как ты узнал? Я узнал заранее. Я год отдыхала от сферы развлекательных шоу. Я ни разу нигде не появилась. Поэтому сейчас я взволнована. Я хочу столько всего сказать. Круто. За год накопилось много всего. Думаю, этот выпуск наберет много просмотров. Внезапно на ютубе появилось столько каналов. Среди них я выбрала... Мне нужно обязательно пойти в Бэм Хаус. Ты правда выбрала мое шоу? Подожди. Мне дали список каналов на ютубе. Мне очень хотелось поговорить с тобой. Один на один. Давно хотела это сделать. Спасибо. В этот раз мы будем кушать сом-там. Это реклама? Нет, я сам его делаю. Правда? Я хорошо его готовлю. Мне очень нравится Дон. Что? Том, а не дом. Том Янгун? С буквой М. Т-О-М. Том Янгун. Как звучит в оригинале? Том Янгун. Том Янгун. Не говно. Почему слово из трех слогов такое сложное? Мне очень нравится Том Янгун. Ты не против кориандра? Я люблю кориандр. Итак, моя песня выходит. Мы говорили о песне. Название песни Гам. Если человек, которого это касается, послушает, то он поймет. Он сразу узнает себя в этом. Это трудно объяснить. О чем песня? Речь идет о любви? Думаешь, песня-жвачка о любви? Это возможно. Конечно. Они настолько нравятся друг другу, что прилипают. В конце слишком часто повторяется «гам-гам-гам». Это просто застряло в моей голове. Я так не хочу. Поэтому в финале... Какой там был текст? Сначала найдем ритм. Такой текст. Посмотри, ты перелип ко мне, как жвачка. Я влюбила тебя в себе. В конце есть такой нюанс. Но в основной части жвачка – это то, что мы жуем. Да это расплюнуть. Уверенность, когда ты жуешь жвачку. Это еще значит «крутая». Крутая? Не знаю, я только ее записала. Просто в музыке есть это... Как объяснить? Это просто сладко и вкусно. Вы поймете, когда посмотрите клип. Посмотри, и все сразу станет ясно. Я правда хочу его посмотреть. Но его еще редактируют. Вот как. Но ты уже все сняла. Хваса приходила сюда перед съемками клипа. Они всегда такие «Пи Нейшн». Я люблю «Пи Нейшн», но для песни «Зум» и «Ну-ну-нано» клип был снят примерно за 3-4 дня до релиза. Стиль компании внезапный. Внезапно, давайте выпустим песню. Чем-то занимаюсь, они такие «Выпустим песню». Что? Но разве это не здорово? Это замечательно, но мне не хватает танцевальных навыков. С юных лет я не училась ни танцам, ни пению. А, ты просто... Да, в своем стиле. Поскольку выступаю давно, то хочу совершенствоваться. С каждым разом показывать лучшую версию себя. Конечно. Но там дают на все 3 дня. И я уже довольно старая. А что, если хореография требует силы в нижней части тела? А мое тело не может этому следовать. Но я должна это делать, даже если больно. Надеюсь, ты получишь удовольствие от прослушивания. Желаем всего наилучшего песни «Гам». Все песни, которые ты выпускаешь, становятся хитами. Совсем нет. Например, «Зум» во время обеда вместе с персоналом после зарубежного концерта. Куда бы я ни пошел, везде «Зум», даже в джаз-баре. Верно. Почему? Почему так? Я была так благодарна за это. Мы сделали «Зум» за 2-3 дня. Сэй сказал мне, «Джесси, ты должна выпустить новую песню». А я ответила, «Мы же только что выпустили вот Эйпов Икс и Калд плодит. Я параллельно участвую в развлекательных шоу». Сэй меня в итоге уговорил. И я начала работать. Слушала биты. Как-то так. Тогда я думала, эта песня не станет хитом. Ну, все прошло замечательно. Неожиданно в топе. Меня удивило, как зашла моя песня в Юго-Восточной Азии, например, в Таиланде. Как только она вышла. Это правда так? Тебе нравится это или раздражает? Нет, я просто удивлен. Удивлен? Я не думаю, что люди понимают, что это корейская песня. Многие об этом не знают. В клубах часто крутят эту песню. Я такой, о, вы включаете кей-поп? Я попросил свою песню, они такие, мы не можем включить. Но «Зум» же корейская песня. Диджей, что? Она корейская? Серьезно? За границей люди не знают, что она корейская. Новая песня тоже такая. Я тебе напою. Настолько естественно, что они не понимают. Я знаю, как произносить вкусно. Чтобы люди не понимали, корейская она или нет. Запутайте. Я знаю, о чем ты. Сейчас люди просто слушают песню, и если атмосфера хорошая, они понимают, что она классная. Сейчас слушаю только бит. Даже если я напишу классный текст, это бесполезно. Это стопроцентная правда. До последнего альбома я действительно заботился об истории. Но в следующем альбоме я так делать не хочу. Просто говори все, что хочешь. Говори на тайском, корейском и английском языке. В своих песнях я использую много испанского, потому что у меня много поклонников из Мексики. Например, в песне «Ну-ну-на-на». Там была фраза «Тэ кьэро? Ну-ну-на-на». Но это звучало немного слабо, поэтому мы заменили его на корейское «Вот почему я ну-ну-на-на». Поэтому вы акцентировали на «Р». Вот так получилось. Но слушая песню, люди спрашивают, что она говорит. Это просто звучит хорошо. Во всех песнях у меня посыл уверенности. Я даю женщинам надежду. Вот что я хочу передать. Поэтому в «Ну-ну-на-на-на» есть такая строчка. Неважно, что говорят другие. Не обращай внимания. Что бы ты ни хотела. Почему ты зацензурила эту часть? В твоем стиле говорить все прямо? Вот так. Она не прошла цензуру. Выбора нет тогда. Поэтому в моих песнях, таких как «What type of x» или «Zoom», такой текст, который расстраивает. В музыке мы можем выразить многое, но ругательства не проходят через цензуру. Мои песни тоже не пропускали. Твои? Ты ругался? Скажи, Шибаль. Это... Но ты же сказал «фак». Не знаю, «фак» звучит не так жестко. Но это слово довольно сильное. Понимаешь меня? Да. Поэтому не используй его налево и направо. Конечно. Тогда где его удачно использовать? Я и сама не знаю. А, ты тоже не знаешь. Его вообще нельзя использовать. Я использую такие слова в Твиттере. Я часто пишу «What the fuck?» Мне правда комфортно общаться с фанатами. Странно, это такое же ругательство. Это не то же самое. Я знаю. Ши! Для меня уже жестко. «What the fuck?» Звучит мягко. Давай поедим. Да, конечно. Что это? Тангу. Ты сам это приготовил? Нет, не я. Помидоры самые вкусные. Я могу это съесть? Ты будешь есть сом-тау? Буду. Хорошо. У меня недавно болел живот после еды. Серьезно? Не хочу, чтобы он болел здесь. Правда? А ты ходила в туалет? Нет. Ты можешь сходить. Все в порядке, я не буду. Застеснялась. Первый тангулу Джесси. Что это? Ты не знаешь тангулу? Правда не пробовала? Люди сейчас такое едят. Как ты можешь не знать? Не знаю я. Я ем каждый день кемпап и Макдональдс. Это что, карамель? Нужно скипятить сахар и окунуть помидор. Ты сделал это? Нет. Я приготовил сом-там. Почему ты не приготовил там-янгун для меня? Я не знаю, как такое готовить. Подожди. Это трудно. В зубах застреет. Только у меня что ли? Очень вкусно. МЗ очень любят такое. Верно, это для эпохи МЗ. Эпоха МЗ? А ты из МЗ? Я в его самом начале. Твой возраст близок к моему. Да, мы на самом деле похожи. Ты когда просыпаешься, заказываешь еду? Нет. Я расскажу тебе. Я проснулась. Должно быть тихо везде. Я пью воду, пока мой мозг не проснется. И остаюсь в таком состоянии. Пьешь воду, пока разум не проснется. Я делаю все, что мне нужно. Я беру чашку кофе. Я, кстати, бросила курить. Мне нравится время, которое я провожу одна. Мне одиноко, но... У меня нет парня, так что... А у тебя есть девушка? Продолжение следует, а во второй части вы увидите. Меня люди часто спрашивают. Как ты вытираешь попу с такими ногтями? Что ты имеешь в виду? Я тебе не нравлюсь? Нет, я имею в виду... Я тебе не подхожу? Заморозить мои яйца? Нет, не яйца, а твою сперму. А как они возьмут у меня сперму? Что? Я не знаю.